Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Более 11 миллионов рублей заплатили сочинские предприниматели в прошлом году за нарушение трудового законодательства. В 2017-м работа усиливается. Проблемы с гражданством, жильем и обманутые дольщики. Депутат Госдумы Константин Затурин провел прием граждан. В Сочи выберут самую красивую девушку пограничника. Конкурс «Краса границы» состоится уже в субботу. Русские медведи сразятся за путевку на Кубок мира. Сборная России по регби готовится к матчу с румынами. Краснодар не может быть одноэтажным, но высотные здания в центре города не появятся. Об этом сегодня заявил губернатор края на архитектурной и строительной выставке «Юг Билд». Вениамин Кондратьев обошел экспозиции, на которых представлены новинки отрасли. Это и технологичные стройматериалы, и проектные решения по обустройству городов региона. «Четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцам. И вот сегодня мы должны соединить и современные Краснодары с небоскребами, с высотками, с масштабными такими архитектурными формами. И вот тот милый, родной, близкий каждому краснодарцу этот город. Это, конечно, историческая часть Краснодара». Главный архитектор края заверил, что высотный регламент центральной части Краснодара уже готов к обсуждению на градостроительном совете. В поселке Лао началось восстановление Приморской набережной, которая была частично разрушена мощным штормом в декабре прошлого года. Тогда стихия размыла более 600 метров береговой полосы. О сроках реконструкции и за чей счет ее проводят, расскажем в нашем следующем сюжете. 3 декабря 2016-го на Сочи обрушился шквалистый ветер и шестибальный шторм. Вместе с поваленными деревьями в центральной части города и потопленными зданиями в Адлере волны полностью разбили центральную набережную поселка Лао. В море унесло сотни тонн насыпной гальки с пляжа, брусчатки с прогулочной зоны и даже элементы подпорной конструкции. В летний период это один из самых популярных у туристов уголков курорта. Поэтому решение главой города о восстановлении было принято практически сразу. Выделено из городского бюджета порядка 30 миллионов денежных средств. Соответственно, было разработано техническое решение по аварийно-восстановительным работам. На сегодняшний день проектные работы завершены. Если деньги на восстановление подпорной конструкции выделены из городского бюджета, то более 10 миллионов рублей в создание инфраструктуры на центральной набережной Лао намерены вложить местные предприниматели. Они готовы создавать зеленые уголки, укладывать брусчатку на прогулочной зоне, устанавливать лавочки и монтировать освещение. Сюда же будет входить также и отсыпка пляжа, увеличение в рамках возможного того, что мы успеем до курортно-летнего сезона. Все предприниматели кликнулись на эти мероприятия и в полном объеме будем восстанавливать набережную, как и было в прошлом году. Сейчас на набережной уже ведутся подготовительные работы к строительству подпорной стены. Строители выкапывают ров и создают так называемый башмак – металлокаркас для будущей конструкции. В ремонтных работах задействованы около полусотни человек и тяжелая строительная техника. По проекту реконструкции необходимо восстановить 640 метров опорной железобетонной стены. Подрядчик обещает, что новая набережная будет готова уже к началу высокого сезона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Более 11 миллионов рублей заплатили сочинские предприниматели в прошлом году за нарушение трудового законодательства. В 2017-м работа по выявлению случаев неформальной занятости продолжается. Более того, она усиливается. Сегодня представители межведомственной комиссии отчитались перед главой города о результатах очередного мониторинга. Слово Инги Габешая. Основная задача работы по выявлению нелегальных трудовых отношений – это решение социально-экономических задач города, подчеркивает мэр. На сегодняшний день число случаев неформальной занятости на курорте сократилось, но свести показатели к нулю пока не удалось. Нужные выводы сделали не все предприниматели. Хотя время поучиться на ошибках своих коллег было у каждого. Мы сегодня ставим вопрос именно охраны труда. Мы вас пригласили сюда уже как уважаемых предпринимателей, но вы отсюда уходите правонарушителями, потому что вас накажут и вам выпишут штраф. Если человек не оформлен у вас и работает, вы ему, конечно, платите заработную плату в конверте или просто вы даете. Но вы за него не платите ни пенсионный фонд страховые взносы, ни социальные фонды. И по большому счету этот человек на вас работает, отдает свое здоровье. А когда приходит пенсия, либо несчастный случай, то он совершенно социально не защищен. Повторяю, это нечестно, непорядочно и некрасиво. Пенсию ниже прожиточного минимума в Сочи получает более 40 тысяч пожилых сочинцев. И причина тому – серая занятость. Ко всему прочему, решением антитеррористической комиссии все данные о работниках должны передаваться в правоохранительные органы, которые, что немаловажно, могут подтвердить надежность принимаемого на работу гражданина. В том числе и таким способом в Сочи решается вопрос безопасности. Приглашенные на заседание Межведомственной комиссии по охране труда бизнесмены-нарушители оштрафованы по статье. Задержались, не успели. Осознали, все, исправимся, все будет по закону. Безусловно, выгоднее, естественно, не нарушая, чтобы не было никаких штрафов, соответственно, от определенной расхода несешь. Но посоветую, что жить по закону, без нарушения, весело и счастливо. Мобильные группы работу ведут ежедневно, ну а в период высокого сезона мониторинги и заседания комиссии участятся как минимум в три раза. Инга Габеша, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Сегодня состоялся прием граждан депутатам Государственной Думы Константином Затулиным, на этот раз в Адлерском районе. Сегодня депутат принял более 20 человек. Подобные приемы проводятся в разных районах Сочи, а также в Туапсинском и Белореченском районах. Проблем у людей много и к депутату жители идут уже в том случае, когда отчались самостоятельно решить вопрос. Вот, например, острая тема мигрантов относительно получения российского гражданства. Мать с сыном родились в Новосибирске, но жили много лет в Грузии. Однако отказ от грузинского гражданства до сих пор получить не могут. Мы не знали, что у нас есть грузинское гражданство, потому что мы в 2004 году оттуда вообще выехали. Мы не знали, тогда вот во время войны никаких не было. Местиций не было. Не было ничего. В то время было только выписка и убыной листок. Мы это брали, все это. Когда мы сюда приехали, мы купили земельный участок, а то, что возможно было, то, что даром отдали в Грузию четырехкомнатную квартиру. Таким людям, говорит Константин Затулин, который в силу распада Советского Союза и межэтнических войн оказались толком без гражданства, конечно, помочь надо. Как депутат Государственной Думы, Константин Затулин выступил с рядом законодательных инициатив. Тут граница у нас рядом, поэтому здесь многие люди осели, особенно когда были конфликты в Абхазии, в Грузии и так далее. И как раз по вопросам гражданства я работаю в комитете уже в четвертый раз в одном и том же, четвертый раз депутат, а четвертый раз в комитете по делам СНГ и связям соотечественниками. И как раз с первых дней пребывания после избрания в сентябре прошлого года я уже три законопроекта внес. Один из них подписан президентом, вступил в силу, а два других сейчас в процессе рассмотрения. А депутат предлагает убрать лишние препятствия в федеральном законе о гражданстве Российской Федерации. Например, обязательное получение справок от иностранного государства. Обращались сегодня к депутату и по поводу трудоустройства, и получения жилья, и обманутые дольщики обивают пороги. Любое обращение, заверяет Затулин, будет рассмотрено. Приемы проводятся каждый месяц. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 10 новых детских площадок появится в этом году в сочинских селах. В Барановском сельском округе их уже три. Недавно было завершено возведение игровой зоны на улице Джапаридзе. Конец улицы Джапаридзе, неподалеку Ореховские водопады. Здесь немного домов, зато больше 20 ребят. До недавнего времени забавой для местной ребятни были только куры, которых можно погонять на полянке. Теперь, наконец, для птиц настало время спокойствия. Впрочем, как и для взрослых, у детей появилась своя закрытая площадка. Дети должны гулять вместе, они у кого-то во дворе, они каждый дома, все равно они общаются, получают какое-то общение между собой, делятся впечатлениями. Это необходимо было это все сделать. В общем, очень рады, очень довольны. Спасибо большое всем за эту радость детишкам, да и нам тоже. Жанна Якубова живет здесь с рождения. Будучи ребенком, мечтала о том, чтобы рядом с домом появилось место, где можно собраться с друзьями, но этого так и не произошло. Зато теперь есть куда прийти со своим ребенком и где отдохнуть младшим сестре и брату. Горка, качели, карусель – все, что нужно ребятам для развлечения. Таких площадок в Барановском округе уже построено три. Планируется возведение еще нескольких игровых зон. На этот год совместно также у нас с депутатской группой мы запланировали четыре новых детских площадки по округу, также в отдаленных районах, в районах, где компактно проживают люди. Ну вот, где таких удобств никогда не было. Кроме того, что будем детский отдых развивать, в этом году будем развивать еще детский спорт. По программе главы города будет установлено шесть спортивных площадок, маленьких. Турники, небольшие зоны для воркаута, будут расположены рядом с детскими площадками. На возведение таких игровых и занимательных зон муниципалитетам было выделено порядка трех миллионов рублей. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Сочинский военкомат объявил о наборе на военную службу по контракту. Речь идет о частях, дислоцирующихся в Новороссийске, Чеченской республике, Ростовской области и других субъектах Южного военного округа. Денежное удовольствие уже в первый год службы может составить 25 тысяч рублей, а потом значительно увеличиваться за счет гибкой системы надбавок. Введены дополнительные меры социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Активно решается вопрос обеспечения жильем. По всем вопросам обращаться можно в военный комиссариат города Сочи. В Сочи на днях выберут красу границы. Искусство дефиле, исполнительское мастерство, сценические движения отрабатывали сегодня на сцене Зимнего театра сотрудницы городского подразделения пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Конкурс, где оценят не только красоту, пройдет 4 марта. Второй раз пограничное управление проводит конкурс названия «Красы границы». За титул будут бороться 10 участниц. Все претендентки – действующие сотрудницы различных подразделений службы в Сочи. Они еще и занимаются служебными задачами. Они еще и пограничницы, которые стреляют, задерживают нарушителей государственной границы. Могут также петь, танцевать. Занимаются спортом. Это девушки-красавицы, спортсменки, как говорится в знаменитом фильме. 14 лет Гульнара Ловушенко на службе впервые стала участницей конкурса, в рамках которого старшине и ее коллегам-соперницам предстоят состязания в стрельбе из стабельного оружия. Кроме того, необходимо будет рассказать о себе и своей профессии и удивить жюри творческими способностями. Конкурсная программа предполагает и дефиле. Девушки пройдут по сцене Зимнего театра как в военной форме, так и в вечерних платьях. Мы поем, у нас постоянные репетиции дефиле. У нас встречи, вот у нас 10 конкурсантов, и очень весело, дружно. У нас сплоченный коллектив. Дефиле, да, первый раз, конечно. Думаю, что это так легко, так просто. Нет, это непросто. Это очень нужно. Это серьезный подход. По итогам конкурсных испытаний жюри определит красу границы 2017, первую и вторую вице-мисс. Предусмотрены и семь дополнительных номинаций. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи вновь принимает делегацию Олимпийцев России. В рамках Всероссийской благотворительной программы Олимпийские легенды детям и молодежи России чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения встречаются с потенциальными спортсменами и пропагандируют здоровый образ жизни. С начала этого года делегация посетила разные города страны. Сочи стал одиннадцатым по счету. Это уже не первый визит Олимпийских легенд в Сочи. Три года подряд прославленные спортсмены приезжают на курорт и встречаются с детьми. Сегодня делегация побывала в четырех образовательных учреждениях города. Учащиеся второй школы получили возможность не только пожать руки всемирно известным чемпионам, но и сдать им физкультурный экзамен. Четырехклассники сдавали нормативы ГТО и сразились между собой в веселых стартах. А легендарные спортсмены были в роли наставников у команд. Мы очень счастливы, что мы сюда приезжаем. И если мы вносим какую-то лепту и оказываем какую-то психологическую помощь, то это наше счастье. Значит, мы не зря живем и продолжаем свой спортивный жизненный путь. Всем участникам веселых стартов гости подготовили карточки со своими автографами, а победителям достались еще и памятные медали. Кстати, российские чемпионы отмечают, что за последние годы количество детей, занимающихся спортом, увеличилось. А ведь они и есть будущее олимпийского наследия. И сейчас важно рассказать ребятам о пользе и необходимости занятий спортом и вере в свои силы. Мы несем в себе очень мощный воспитательный смысл. Ни одни олимпийцы мира не занимаются такими программами. Ни в одной. Мы уникальны. Мы уникальная мировая, можно сказать, уже программа. Конечно, мы в будущем году хотим пригласить каких-то, может быть, наших партнеров, наших знакомых из Америки, из Канады, из Казахстана, из Белоруссии, для того, чтобы уже сделать олимпийцы мира детям России. За пять дней пребывания в Сочи делегация олимпийцев России посетит около 12 школ. Помимо спортивных встреч олимпийцы проведут и воспитательные беседы. Сочи вновь примет международный футбольный женский турнир «Кубанская весна». Все матчи будут сыграны на полях комплекса «Спутник спорт» с 17 по 27 марта. В этом году за звание победителя турнира, уже давно ставшего визитной карточкой российского женского футбола, поборются 8 сборных. Это игроки 1998-2000 годов рождения, проживающих в двух частях света – в Европе и Азии. Россия будет представлена сразу двумя командами – молодежной сборной страны и сборной Краснодарского края. Главным поставщиком игроков в которую выступает краснодарский клуб «Кубаночка». После перерыва в несколько лет к нам в гости пожалуют команды Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Уже шесть лет не пропускает ни одного розыгрыша турнира команда Румынии. А единственным дебютантом будет сборная Словении, для которой, как и для россиянок, кубанская весна – очень важный этап подготовки к элитному раунду чемпионата Европы. Еще одним участником сочинских баталий и единственным представителем Азиатской конфедерации футбола станет сборная Ирана. В субботу на Центральном стадионе их спорта пройдет матч чемпионата Европы по регби среди мужских команд между сборными России и Румынии. Это квалификационные отборочные игры, которые обеспечивают путевку на Кубок мира 2019. В преддверии матча наша команда провела открытую тренировку. Розыгрыш чемпионата Европы сезона 2017-2018 является особенным. Именно по итогам этого турнира определится второй участник Кубка мира 2019 года от группы команд вслед за сборной Грузии, которая уже получила путевку, удачно выступив на Кубке мира в Англии. К слову, сейчас за путевку на Кубок мира борьбу ведут сборные России, Румынии, Испании, Германии и Бельгии. На поле стадиона «Югспорт» в эту субботу русские «Медведи» проведут матч со сборной Румынии. Задача максимальная стоит, конечно, попасть сразу с первой путевки. И вот румыны на сегодняшний момент – это главный соперник в этой ситуации, главный, самый грозный, самый титулованный. И матч будет очень тяжелый, очень напряженный. Задача, конечно, сделать шаг вперед, обыграв эту команду. Подготовка к матчу проведена большая, говорит капитан «Русских медведей». Главная концентрация и работа команды как единого целого. Исключить необходимо и ошибки, что даст возможность провести игру успешно. Большая часть работы уже выполнена, останется, может быть, немного полировки на следующие два дня. В целом, я думаю, все очень ждут этой игры. Румынам задолжали с прошлого года за обидное поражение на выезде, поэтому в этом году будем стараться в домашних стенах сделать все, чтобы выиграть. На данный момент пятерку команд, претендующих на путевку в Японию, где пройдет Кубок мира, возглавляет сборная Румынии. У остальных команд равное количество очков. В этом году россиянам предстоит также игра со сборной Грузии, фаворитом турнира. К слову, наша команда более 20 лет не выигрывала у сборной Грузии. Финальный аккорд в рамках чемпионата будет поставлен 19 марта, а четвертого в два часа начальный удар в игре команд России и Румынии на центральном стадионе. Вход свободный. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи примет международный хоккейный турнир среди детских команд. На курорте состоялась жеребьевка 11-х международных соревнований детских команд Кубок «Газпромнефти». Первые места в игровых корзинах заняли коллективы с наивысшим текущим рейтингом, а также лучшими результатами выступлений на состязаниях прошлых лет. В плей-офф выйдут занявшие в группе первые и вторые места. В суперфинале 26 апреля сразятся победители Запада и Востока. Всего участия в Кубке «Газпромнефти» примут 27 команд из пяти стран – Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстана и России. Впервые на турнире дебютирует хоккейный коллектив столицы турнира – Сочи. Кубок «Газпромнефти» пройдет в Сочи и Омске с 21 по 26 апреля. Матчи примут Олимпийские дворцы спорта «Большой» и «Айсберг», а также арена «Омск» и хоккейный центр «Авангард». Об этом сообщают организаторы. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже можно найти на сайте fkt.com. Студией была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...